Идем дальше. Смотрите, мерить градусников живое дерево, мне кажется, бесполезно. Да, вы правы. Там температура что коры, что сердцевина будет одинаковая. Нет, но теплопроводность проверить можно. Потому что дело не в градуснике. Но живое дерево живой корой переносит сильные морозы. А споврежденный корой замерзает. С точки зрения физики непонятно. С точки зрения садовода логично. Ну что я скажу? Ну что это за человек такой, Александр Николаевич? Ну хоть бы раз с ним поспорить. Ах даже мечта этого. Ну хоть бы раз сказать. Да есть же оппонент. Нет. Обязательно все совпадает. Но даже скучно. Так. Это была тонкая, элегантная шутка. Тимур, Северная Карелия. Здравствуйте. Уже сегодня получил вашу посылку с черенками. До Севера Карелии шло 5 дней. Это быстро раньше посылка шли дольше. Да, Зоя Зоя Зоя. Если бы вы знали, что некоторые обходятся в 700-800 рублей. А я с вас беру 400-300-500. То остальное это плачу сам. Но зато меньше проблем. А в этом году был случай, когда сказали. Одна веточка проснулась. Я даже не поверил. Не может посреди зимы веточка проснуться. Ну, так человек сказал. Вот. И один человек только присылал фотографию, где взошло несколько абрикосов. Вот. Сильно рада. А так все. Тишина. Тихо. Спокойно. Пока без канала. Черенки, как всегда, высший класс. Спасибо за семечки и котиков подарок. Ну, что ж. Спасибо про высший класс. Иван Мо. Добрый вечер. В Теренбурге сегодня снег. Что-то весна не торопится. Так. Ну, вот. Потом как даст. В этом году у нас угроб около метра. Скорее. Несколько дней откапал деревья. У нас неделя аномально теплая. Если каждый год делайте выше холмы. Ну, что делать? Так. Неделя аномально теплая. На следующей неделе холод возвращается. Будут морозы. Раскопать позже не мог. Высока вероятность облома веток. Да. Стоит и беспокойся за деревья. Присыпать снегом обратно вряд ли осилят. Да нет. Обратно не надо. Я не знаю, к чьим у вас деревья прививки. Сеянцы, если это конец. Если мои. Забудьте вы про то, что могут возрачно морозы их убить. Да никогда. Не в жизни. Всем привет с Казахстан. А то есть обратно не закапывайте. Всем привет с Казахстан. Опять метель закрыта. Все дороги в районе. Ну, как. Ну, вот этот Казахстан. Как слышишь, то получается Казахстан еще хуже, чем у меня. Я помню, это самое, Буранный полустанок, вот, нашего великого классика. И с тех пор у меня такое впечатление, что в Казахстане этот ужас, тихий ужас. Когда оттуда присылают запросы и тут же пишут. У нас месяца, это, 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 месяца. Ну, Господи, ведь я потом крайне буду. Так не люблю высылать Казахстан. Хотя мне деньги пошлют. Так, Александр Николаевич. Раньше откапал абрикосы. Возвратные морозы наносят не меньше вред, чем выпривание. Перестал откапывать. Да, погибает это выпривание больше. Но те экземпляры, что не выпривают первую зиму и весну, в следующие годы, выживают. И не требует откапания. Этот сывод подойдет тому, кому много сельцев. Естественный отбор выживает наиболее приспособленно. А вы сейчас думаете, способны ради естественного отбора, Николай, если же люди выписывали в 2-3-5 раз больше, чем позволяет кошелек. В общем, говорят, если бы мы жили в нормальной стране, я имею в виду, чтобы деньги бы не ввозили, а оставались здесь. Да даже этого бы хватило, чтобы мы же в несколько раз намного больше зарабатывали бы. И чем бы он не покупал, и у меня ограничение 40 косточек не меньше, он бы не спрашивал про 40, он бы заказал 400. Наоборот, чтобы он не потянул 40 косточек. А наоборот, дайте 400, дайте мне 1000. И вот тогда уже действительно густо садить, как я когда-то садил. Все выживать, то выживать, то выживать, то уже не надо, не откапывать, все обязательно. Все абрикосы гибридные. Там из Канады, там из Европы, там из Дальнего Востока. Вот, черт, и откуда, с Тяньшаня, с Памира. И все это перемешалось так, что уже когда они попали на Дальний Восток к Казьмину, да, академику, там уже, сам черт, уже не называть. Вы что думаете, если там написано 37, этот, академик 37-43 грамм, грамм, а у меня получалось в 2-3 раза больше, это что, случайно, что ли? Да никакой он не академик, он, это гибридный абрикос. Академик только один из родителей, причем, может, не обязательно даже папа-мама. Вот один из этих, из четырех, из восьми родителей. А на месте, что черт ни чём у этих самых, у них генаны. И получается, да, лучше бы трещу костик, лучше бы. Что выжило, то навсегда. Во-первых, я всегда говорю, во многих из вас нет неудачи. Почему? Один из моих постулатов, сейчас мы уже скоро заканчиваем, поэтому я хочу на этом сделать акцент. Один из моих постулатов звучит так. Вот. Не почва для дерева, заметьте, почему я не люблю почву готовить, а дерево для почвы. Она захочет и примет эти абрикосы, и будет густо. Или как у меня, вот 1500, а взошло 170. Это вроде бы неудача, но у меня-то их 1500. Какая же неудача? 170 красавцев росло. Ну, правда, потом их сожгли. Это другая тема. Вот. Ну, росли 170 красавцев. Им уже сам, чёрт-неба, их почва приняла. Если я умею усадить, но я сажу поверхностно, я знаю. Там мыши, там эти самые, там, что угодно, морозы, там сопревания. Пусть сопреют, все не сопреют. Повторяю, с Ихотарлина, с Тейшами, с Памира, с Армянских гор, с этих самых, с Канады, с Западной Украины, с Южной Украины. Понимаете? Всё намешано. Нету больше никаких сортов. А уж когда прививаешь, всё, забудьте название сорта. Повторяю, он произвёл волшебную правду. Железом упразднил понятие сорта. Если я их не узнал, я, родители этого Сармянса, что дальше? А дальше, именно под эту почву, может быть, человек 100 штук выписал, а подойдут 10. А может быть, все 90. Но зато пришла зима, ещё снежная. А потом вот теперь. И вот они под сегом начали гнить. Вот 90 выжилась, 100. Смотришь, 70 сгнило. Осталось 9, 20. Вот они-то, ну теперь уже смотрите. Морозы прошли, вот теперь и прошли. Выпривание прошли. Посадку в незнакомом месте прошли. Да пусть и сотни 10 будет, но это... Они вам через коллег будут давать по 10-20 лёдер. Ну, Ваулина, я же не обманул. Когда я по 30 рублей с брал, а за все, и что за такое. Смеяться будете, 30 рублей я брал с него. Вот. Но я его не обманул. Мирский институт. Теперь он лидер. И я, а он потом... Мы были бы вместе, и я обскал, мы лидеры. Вот. Ну, теперь наука знает только Ваулина. Про железо он забыл случайно сказать. Ладно, идём дальше. Так. Вот, ну, Николаевич, ну разве можно так надо мной издеваться? Давайте я пойду в отставку, а вы проводите. Естественно, отбор самый приспособленный. Ну, какой он вам нужен, вы и так уже всё знаете. И вообще, что вы тут делаете? У вас уже подавно пора пригласить в университет. Так. Интересно, я не помню, какое у вас образование. А вдруг вы подходящее образование имеете? Сильно подозрительно много знаете. Олег Олегович, всем здравствуйте. Брянске ещё привычно пора, а не скоро. Что говорить про Урал, весна в этом году не торопится. Так, Лилия. Я, Олег Красивин, спасибо за добрые слова. Потребующие до этого. Ну, я же не знаю, я вас сеструю называю. Самые трудные времена, когда некому было делать фирмы, вы, вы, это самое, их и делали. Бывало так, что вот я сейчас занят, завтра, через два дня, делали, делали, делали. Целая серия фильмов посвящена вам. Я бы сейчас тоже бы продолжал. Почему? Вы знаете, мы с вами, Лилия, милая, дорогая, Рашева, мы с вами делали фильмы, помните, целая серия каких? Отдельно. То есть, я делал, вот я заметил, я сам, огромное количество, это кто-то догадался, романов, книг, сделанное в виде аудио. То есть, название, кто знакомый, не знакомый, а дальше я ложусь спать, закрываю глаза и включаю очередной роман. На 20-30 минуте я засыпаю сладким сном. Так, мне это все понравилось. Я могу, дальше продолжение не надо. А если интересно, то я его уже записал, я уже знаю, где его найти. Интернет, это такая, зраза. Вот, пять минут, минута на поиски. А, и мы с вами создали фильмы. У меня много статей. Их сотни. А может, так же, как фильмы, может, и тысячи. И что я делаю? Я выбираю интересную статью, полезную невероятно, и начинаю, листая, прям вот этот текст, укрупляю его, и начинаю его читать. Оказывается, есть люди, которые с удовольствием слушают. Именно, у которых слушают ушами, запоминают ушами, учатся ушами. А когда вот так вот, как сейчас, тут сразу есть это, вот, есть и текст, то есть наоборот получается, у нас с вами случай, и текст есть, так, и звук есть. И прекрасно осваивается. И мы сколько с вами сделали, штук 40, да, таких? А давайте продолжать. Тем более, если денег подкинут, вот, наши друзья. Вот. Поэтому, спасибо, что отозвались. Спасибо, что сказали, как делаешь и слова. Потребует всегда готово. Наверное, потребуетесь, потому что это как бы ваша приоритет. Я из других-то, мне другие помогают тоже, и не всякие все время. Вот. И брат помогает, и студентка помогает. Вот. Ну, наверное, я от вашей помощи не отказываюсь. Зря вы написали, всегда готово. Я шучу. Так, у нас климат в Бухтияров, примерно как в Омске. Ну, правильно, ведь это же Сибирь считается. Северный Казахстан считается Сибирь. Только ветра вокруг степени. Ну, Сибирь бывает и степи. Распаханная целина. Бухтия. А-а-а-а. У вас все, 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 все. Ой-ой-ой. Если сейчас все это засаживается, если сейчас, ну, кроме этих самых ветроотбойных полос, то деревья. Вот. Если и сейчас, так там у нас просто изувеченный климат. Ой-ой-ой. То есть социальный край. Вы правы. Вот они, Буранный Полустанок. Чингиса. Чингиса. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Субтитры создавал DimaTorzok